Доброе утро, это Видное, центр мониторинга. Какая обстановка у вас там сейчас? Хорошо, значит, по поводу ДТП данные по пострадавшему имеются? Нет, еще бригады не вернулись, да? С недавних пор сфера деятельности заместителя главного врача Видновской скорой помощи увеличилась. 1 декабря на базе нашей станции был создан центр мониторинга, который отвечает за службы скорой помощи всего 12-го медицинского округа. А это 6 муниципалитетов – Домодедово, Кашира, Озеры, Ступино, Серебряные пруды и, конечно, Ленинский район. Контроль более тотальный, и за бригадами я могу отследить, какое время нахождение на вызове, какое время доезда. Соответственно, этому я могу каким-либо образом перенаправить бригады, даже, например, с соседних округов. Что значительно сократило время прибытия бригад скорой помощи к пациенту. Теперь, в случае, если, например, жителю Ступино понадобились услуги врача, а на территории его района нет свободных машин, помощь может приехать даже из Ленинского района. После слияния в распоряжении более чем 520 жителей округа стало 48 бригад неотложки. Единственное, в чем до сих пор остается загвоздка – нехватка кадров. Но эту проблему главы муниципалитетов пытаются решать. Нагрузка, вы знаете, какая на врачебный персонал и на фельдшерский в том числе персонал. Поэтому достаточно сложно привлечь медиков на работу именно на это самое сложное, я считаю, на сегодняшний день направление. В здравоохранение. Но, тем не менее, работа продолжается. У вас активно очень на территории Видного взаимодействует с нами глава. Выделяют квартиры для медицинских работников. Самое большое количество квартир, которые в округе выделены, это на территории Ленинского района. Создать службу скорой медицинской помощи в Видном было решено не случайно. Наша станция располагает с достаточным количеством транспорта, высококвалифицированным персоналом, а самое главное возглавляет грамотный человек, который, по мнению вышестоящего руководства, способен хорошо организовать эту работу. Все под контролем, все смотрится, все люди работают, все люди приняты к нам в штат, проблем нет никаких. Все отлажено, взаимодействие полностью достигнуто. Работа кипит днем и ночью. Ночью, кстати, еще сильнее. Но зато теперь для каждого жителя 12 округа долгожданная помощь станет не такой уж и долгой. Юлия Погосян, Данил Свидерский, Елена Кошлева, Видное ТВ.